Какую охранную систему выбрать для своего автомобиля? Pandora DX40RS. Чтобы он реально запустился, лучше его ночью прогревать. Такой вот маленький микробрелок, он ничего не весит и ничего не потребляет. Это Pandora самый доступный вариант GSM-системы. На любом расстоянии вы можете запускать, открывать, закрывать. Она реально очень громко орет. Новейший здесь стоит 4G модем. Допустим, злоумышленник как-то смог вскрыть автомобиль, а он у меня не откроется. Капот открыть я не могу. За три года не было ни одного нарекания, друзья. Друзья, доброго дня. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас тема, какую охранную систему выбрать для своего автомобиля. Автосигнализацию, сигналку. Управление с телефона, неуправление с телефона, брелок и так далее. Сегодня ответим на вопрос, какую из моделей Pandora поставить на мой автомобиль. Потому что, когда возникает момент, это обычно зимой, да и летом при покупке нового автомобиля, хочется его защитить. Второе, получить максимальный сервис. Я выбрал 5 моделей автосигнализации Pandora, которые мы ставим здесь у нас, в магазине Автокаста в Челябинске и в Екатеринбурге, в установочном центре. Также вы можете приобрести у нас сигнализацию через интернет-магазин Автокаста и установить в своем городе. Но мы вас проконсультируем так, чтобы выбрали именно ту систему, которая вам подходит. Ну что, у нас есть 5 моделей, давайте я вкратце о них расскажу. То есть здесь выбрали самые ходовые модели и потихонечку буду рассказывать о тех сигнализациях, которые есть. Начинаем с модельки Pandora DX40RS. Это одна из самых популярных моделей. Это система управления охраной автомобилей с брелка. Чем, скажу, давно уже перестал пользоваться, честно. Хотя у меня вот автомобиль простой, Hyundai Elantra, обычный, стандартный. Давайте распакуем, покажем, что есть. Это система для тех, кто привык пользоваться брелком. У кого достаточно простой автомобиль, вот Hyundai это простой автомобиль, можно ее поставить, да. И кому не надо супер большую дальность, допустим. И нравится, когда брелок есть на телефоне. То есть она простая система, позволяет реализовать автозапуск, причем без прятания второго ключа на большинстве автомобилей. Но это надо будет вам непосредственно позвонить в магазин, в установочный центр и проконсультироваться по вашему автомобилю. Но на большинстве автомобилей реализация автозапуска без прятания второго ключа. Что очень сейчас актуально. Сейчас этого не надо делать раньше. Чтобы был автозапуск, необходимо было прятать второй ключ от тачки. Сейчас этого делать не надо. Дальше. Управление через брелок. Давайте я вам покажу, как выглядит брелок. Брелок на русском языке, с очень интуитивным меню, с очень простым, классным. И пользуется посредством вот такой вот батарейки. Мизинчиковая батарейка. И вот так вот выглядит брелок. Кстати, классный брелок. У меня раньше была сигнализация с брелком. Мне брелок очень стилевый, очень классный, нравится. Удобно нажатие кнопок. Самый важный момент, что у Пандоры гарантия на брелок все время вашей эксплуатации автомобиля. Если что-то случается с брелком, вам его поменяют. Это важно. Вы об этом не беспокоитесь от слова совсем. Что еще про эту сигнализацию рассказать? По дальности в городской застройке, то есть мы сейчас говорим, когда вы машину ставите возле дома, город, много разных помех. Где-то 300-800 метров будет в зависимости от помеха ловить. Ну и можно установить автоматический запуск по таймеру и по температуре двигателя. То есть как это делается посредством брелка. Выбор меню, выбор функции, выбор определенного значения температуры. И у вас автомобиль может сам прогреваться, если вы понимаете, что на улице холодно, а вы два дня сидите дома, никуда не ездите. И чтобы им воспользоваться в понедельник, и он реально запустился, лучше его ночью прогревать. Чтобы не делать это постоянно с брелка, вдруг дальность не ловит, можно установить вот этот вот таймер. Вот такая простая система. По стоимости мы вам оставим ссылочку, чтобы вы перешли на наш сайт Автокаста. Там есть полностью меню со стоимостью под ключ установки сигнализации. И также будет ссылочка на отдельную модель, если вы хотите ее просто приобрести. И у вас есть где ее поставить. Есть вот такая карточка авторизации, надо носить ее дома, нужно, чтобы пин-коды были всегда у вас, вы их знали. Если вдруг утеряете брелок и так далее, то без них очень проблематично что-то восстановить. И вот показать вам хочу технологии, почему я сам выбрал Пандору, уже пользуюсь. У меня у супруги Пандора, у меня Пандора стоит вот на этом автомобиле. И сейчас, кстати, в конце ролика я расскажу, какие инструменты безопасности автомобиля использую я сам. Как это все происходит. Вот такой вот маленький микробрелок, он ничего не весит и ничего не потребляет. Поэтому, установив его к автомобилю, штатного питания он потребляет нисколько вообще, от слова совсем. Ну и здесь всякие различные элементы для установки. Поехали дальше. Это вариант, скажу так, кто привык, брелок, простая машина, брелок, классный вариант, приемлемая стоимость. Дальше, одна из популярных охранных систем, это Пандора, самый доступный вариант GSM-системы. Когда 10 лет назад, или даже может быть 15, появились GSM-системы, помню, когда мы продавали в магазинах, очень сложно было человеку объяснить, что можно с телефона управлять системой, надо симку. Сейчас это все легко и просто, сейчас я вам покажу. Доступный GSM-аппарат управления автомобилем с приложением. То есть на любом расстоянии вы можете запускать, открывать машину, закрывать. И телефон можно использовать еще как метку, то есть как способ авторизации. Если даже кто-то как-то попытается восстановить, скрыть телефона нет, авторизации нет в машине. Это очень важно. Ну и, соответственно, с собой ничего, кроме ключ от автомобиля, и телефона носить не надо. Вот как у меня, вот у меня в кармане. Есть ключ от автомобиля, у меня еще дополнительное охранное устройство, про него расскажу чуть позже. Вот он, ключ от машины, вот он телефон, и у меня стоит в автомобиле Pandora 3910. Охраняется посредством охранной системы, есть блокировки, есть автозапуск дистанционный с телефона. Все. У меня никаких дополнительных брелков нет. Давайте посмотрим, здесь она, также есть функция у нее Bluetooth, но основная тема, это то, что это охранная система, позволит нам просто получать кайф от использования при помощи телефона. С телефоном подключаемся, и все, это кайф. Вот так вот выглядит также блок, маленький. Здесь, что важно, вот в этой сигнализации нет сирены, мы дополнительно предлагаем приобрести вот эту такую пьезо-сирену, прям рекомендую. Это не маленькая такая гуделка, она реально очень громко орет, маленькой и очень мало потребляет, но очень ярко, громко кричит, если это необходимо. Ну и в принципе вот, в комплекте вот такие вот две метки, то, что я вам сейчас показывал. Эти метки можно использовать разными способами авторизации, но без метки автомобиль, как бы без вашего присутствия такой метки, не будет просто работать. Это важно, поэтому метка это дополнительное охранное устройство. Если даже у вас выкрали ключи, допустим, то метки нет у злоумышленника, с машиной воспользоваться не смогут, от слова совсем. Ну и вот тут вот еще в комплекте релюшки всякие разные. Это самая доступная GSM-система, но самый главный момент, что здесь еще идет, грубо говоря, 3G-модем, а сейчас у нас уже 4G-модем, 5G-модем. Это просто быстродействие, скорость так называемая. У меня с 4G-модемом сигналка стоит, и мы переходим к модели VX 4G-GPS. Это уже модель у нас идет также GSM, но новейший здесь стоит 4G-модем, что дает очень-очень быструю связь с автомобилем. И помимо этого мы добиваемся устойчивого соединения, то есть машина всегда в сети, и вы всегда, соответственно, с ней можете коннектиться. Еще также здесь у нас есть меточка GPS. Это позволит вам понять, где находится ваша супруга или дети, если они ездят на автомобиле. Это контроль и немножечко вашего спокойствия, так сказать. То есть это не защита от злоумышленников, которые попытаются увезти ваш автомобиль, потому что GPS они могут где-то как-то чем-то заблокировать и так далее. Давайте здесь посмотрим, то есть чем они кардинально отличаются. 1800, ну, кому не принципиально, 1800 просто не дешевле. Тут уже внутри 4G-модем. Также пьезо-сирена, также в комплекте идут метки. В чем отличие? В том, что здесь одна простая метка, а вторая метка вот такого вот формата метка-брелок с кнопочками открыть-закрыть. Ну и плюс GPS-антенна. Классная система, а это сейчас, я считаю, одна из самых популярных моделей. Ну, скажу честно, про GPS у меня он есть. Зачем он нужен, не знаю. Ну, я как бы не сам на машине перемещаюсь, поэтому мне как бы кого-то отслеживать перемещение не надо. Смотреть, где находится машина, ну, я и так это знаю. Ну, иногда бывает, вот если где-то уезжаешь, ставишь на парковку какую-то неохраняемую, так, иногда зайдешь, посмотришь. Потерял тачку на парковке реально, посмотрел, кого угнали. Ну, я не теряю тачки на парковку. Угнали. Ну, если у тебя ее угнали, то злоумышленники это все уже знают, они тебе GPS отключат просто. То есть они сделают глушилку, что у тебя GPS-сигнал работать не будет, понимаешь, в машине. Поэтому GPS-история, типа GPS-антенна, спутник для того, чтобы защитить от угона, она не совсем корректно объясняется. Это не работает, понимаешь? Ну, если вдруг захотят взять твой автомобиль, то люди это делают подготовленный. Вообще, ну, это как, знаете, это я вам не скажу, не по личному опыту, да, а по общению с людьми. Обычно, допустим, если вдруг действительно злоумышленники пытаются завладеть автомобильным чем-то, то проще всего завладеть какой-то моделью, которую легче всего забрать, легче угнать. Это когда человек упывает на штатную охранную систему, когда он ее ставит где-то там не на парковке. То есть, чем легче автомобиль забрать, тем, как бы, его и легче забирать. Это, как бы, по слухам каким-либо, да. Поэтому, если вы какие-то охранные устройства поставили, то ваш автомобиль уже, ну, не такой досягаемый. Смысла, как бы, им заниматься нет. Увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать? Посмотрел кучу видосиков, поездил на соревнования, но ничего не понятно? На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заполняйте форму на сайте, мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука, именно ваш бюджет. Лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру Еще моделька, следующая. Это у нас идет система VX3110. Тут самый фарш, в чем смысл? Это система с 4G модемом, как 4G моделька. Но есть еще и брелок, друзья. То есть, это для автомобилей, где нет кнопок управления на штатном брелке. То есть, например, есть на штатном брелке кнопки управления, а есть такие брелки, где этого нет. Вот брелок позволит открывать, закрывать автомобиль. И для тех, кто имеет резервный способ управления. Почему объясню? Потому что брелок всегда круче, чем телефон. Уехали в лес куда-то далеко, вот прям вообще, где нет связи. Связь может потеряться в машине, симка, у меня такое бывает. И связь может потеряться в телефоне. И тогда вы штатным брелком, ясно дело, машину откройте. Но запустить ее не сможете с телефона, так как связи сотовой нет. Вот сейчас я вам покажу. Ну, реально, есть как бы люди, которые прям хотят брелок. Поэтому здесь есть у нас и брелок жидкокистерлический. Вот такая моделька. Классный брелок, говорю, вообще прям неубиваемый. Электрическая сирена. Также моделька единственная. Здесь у нас уже в комплекте меток нет. Но брелок является, в принципе, самой меткой. Меток дополнительных в комплекте, которых можно реализовать, их здесь нет. Это моделька 310VX. То есть, это тоже как дополнительное решение. Почему? Потому что к моделям 4G брелок докупить нельзя. К моделям 1800 брелок докупить нельзя. Это модели без возможности брелка GSM. Но скажу по личному, друзья, опыту. Давно пользуюсь уже Pandora. Пользуюсь Pandora GSM. Мне все нравится. Мне все устраивает. Все удобно, реально. Мне брелок не нужен. Не знаю. Раньше был, сейчас нету. Я кайфую. И новинка этого года, я думаю, совсем недавно появилась. Моделька называется VX4G GPS FD. Для китайцев с ключом. То есть, есть такая шина, какая-то супер быстрая. Каншина, которая есть в китайцах. И эта система позволит поставить современный китайский и электро, и бензин. Управлять климатом, запуском без использования спрятого автоключа. То есть, управление климатом, запуском, ключ прятать в автомобиль не надо. Она подходит на все китайские автомобили, в том числе элитного сегмента. ZITER, LEXYANG, который идет L7, L9 и так далее. То есть, ну, на многие модели автомобилей. Тут разница в том, что уже, как сказать, современная проводка в автомобиле, и система коннектится с этой современной проводкой. У меня у многих друзей, кстати, есть Zikker или Xiangy. Я, кстати, им задам вопрос, интересно, вообще хотелось бы им сигнал поставить или нет именно. Вот так выглядит чуть побольше блок. Компактная пьезосирена. И в комплекте также две метки. И теперь я расскажу вам про дополнительные, ребят, устройства, дополнительные вещи, которые стоит использовать, помимо того, что мы хотим иметь автозапуск. Мы живем в Челябинске, в Екатеринбурге, на Урале, в Москве, в любом городе России, а есть города, где вообще капец мороз, там, не знаю, 7 месяцев в году. Поэтому автозапуск для нас самая актуальная фишка, которую дает охранная система. Но, помимо этого, многие люди ставят сигнализацию не только для того, чтобы запустить автомобиль. Безопасность, она не менее важна. Честно скажу, даже вот для меня. Я понимаю, что у меня машина защищена, то мне спится спокойнее. Что есть у меня? Показываю. У меня стоит охранная система, которая подразумевает автозапуск, управление системой с телефона, сирена, все под капотом есть. И помимо этого, мы установили вот эту метку, как способ авторизации в автомобиле, метка. Она также открывает-закрывает автомобиль при помощи метки дополнительно. Она как способ авторизации есть. Если этой метки нету, мой автомобиль не поедет. То есть, что это значит? Вот так метку носить нельзя. Это у меня халатность. Типа, ну, и так сойдет. Нет. Раньше всегда я носил метку в документах от машины. Но так как сейчас документы от машины, у меня СТС-ка лежит в бардачке, а права лежат как бы в кошельке. Вообще метку желательно носить в кошельке, вы его не забудете никогда и паспорт в том числе. Если я метку сейчас оставлю дома, а выйду просто с ключом, то у меня автомобиль откроется и запустится, но не поедет, так как метки нет. Поэтому если вдруг злоумышленники завладели ключом, выдернули меня, украли, не знаю, в кино пошел, да, они тачку не смогут увезти, потому что метки нет. И вот если они так у меня возьмут ключи, то, соответственно, пожалуйста, вот Паша сейчас взял и переместил автомобиль. Это халатность небезопасна, друзья, поэтому сейчас я сниму метку и прямо сегодня уберу ее, как я раньше носил. Это говорит о ценности, потому что для меня важно. Но у меня, знаете, какая ценность? У меня есть каска, полный в круг, да, раньше не было возможности, сейчас я страхую машину. Это дает, типа, ну, вроде как заберут, типа стырят, ну, вроде как каска компенсирует, да. Но это же как бы два месяца ждать, ничего без тачки что ли буду, поэтому это халатность, фигня, вот все убрал метку, она в заднем кармане. Дальше, что я давно ставлю, от чего я сплю спокойно, мне нравится. То есть, как происходит, допустим, завладели ключами, допустим, появился прибор, который смог отсканировать охранную систему, сейчас этого нереально, но возможно будет, и каким-то компьютером у вас открыли машину, ключа нету, да, открыли тачку, соответственно, когда открывают тачку, все мозги находятся под капотом в автомобиле, ну, вся база, и в том числе все блокировки автосигнализации. Чтобы их найти и разблокировать, необходимо нам попасть под капот. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую. Вот я, допустим, злоумышленник, там, как-то смог вскрыть автомобиль, ключей нету, если стрел ключи, это другая история. Ключей нету, я хочу открыть капот, а он у меня не откроется, то есть капот открыть я не могу, почему? Потому что у меня стоит электромеханический замок капота. Он сейчас приоткрылся, но до той степени, где я даже подлезть не могу к той штуке, которая его открыт, он не откроется. То есть, допустим, тачку взломали, сирена заорала, да, ну, то есть метку не нашла. Сирена орет, злоумышленник стоит, капот открыть не может. Заниматься тачкой, которая орет где-то во дворе, где-то еще, ну, мало кто будет, потому что он при этом привлекает внимание. Поэтому в данном случае у меня стоит метка, электромеханический замок капота, это хороший охранный комплекс. Я рекомендую не полениться поставить их, вот машиной пользуюсь почти три года, электромеханический замок стоит три года, метка стоит три года, вопросов вообще ноль, реально. Все в телефоне, блин, сейчас я даже покажу, как он выглядит. Вот, то есть все, капот не могу открыть, да, зафиксировал. Как это срабатывает? Но, когда машина в движении, когда я запустил, вот сейчас я ее запущу, только тогда происходит разблокировка замка капота для безопасности, чтобы вы в случае, если вдруг вы на машине влепились куда-то, она, что-то с ней случилось, чтобы вы могли капот открыть, потому что важно в движении, когда вы в машине, она заведена, капот сейчас разблокирован. Смотрите, сейчас я нажал кнопку открыть капот, он, видите, поднялся выше намного, и сейчас я могу капот открыть. Вот, все, он открывается. И вот этот замок электромеханический, вот, Паш, тросик, вот он посредством тросика блокирует его. За три года не было ни одного нарекания, друзья, электромеханический замок капота от Пандоры. Вот такая вот штука, я капец балдею. Я понимаю, что кроме меня тачку, ну, только на эвакуатор, если куда-то увезти, и все. Вот так вот это работает. Поэтому раньше были еще комплексы, типа, установка механики какой-то на коробку. Я считаю, это не актуально, потому что если тачка не орет, не смогли под капот залезть, или смогли залезть, сирену отключили, то, ну, копайся с механикой, да, в принципе. Ну, я сосед, моя машина, как бы, да. А если она орет, то она уже привлекает внимание, уже злоумышленникам очень этим заниматься неохота. Поэтому я рекомендую вам ставить охранную систему, обязательно иммобилайзер, так называемую метку, вот в тех системах, в 1800-й и 4000-й, она уже, вот эта меточка идет в комплекте, и реле. Это дополнительная установочка денег требует, но это реально работает очень круто. Единственный нюанс, здесь вот такая батарейка 2032, ее необходимо периодически менять. Но у меня батарейки лежат или в моем сумке, ну, в которой я с собой таскаю все время, или в машине летом. Если система маякует, что замените батарейку, она будет маяковать, немного пищать при запуске. То еще у вас там 2 недели, 3 есть, чтобы заменить батарейку в метке. Нужно здесь вот так открыть, заменить и дальше гонять. Все, метка работает. Вот она раз замки закрыла, раз открыла, даже ей можно пользоваться как дополнительным брелком. В принципе так, поэтому все, я погнал на природу, погнал получать удовольствие. Вам желаю выбирать охранные системы. Звоните нам в Автокасту, мы в Челябинске, Екатеринбурге ставим эти системы и также продаем их по всей России на нашем сайте. Поэтому проконсультируем, ответим на все вопросы, выберем ту систему, которая подойдет именно вашему автомобилю. Безопасность магазинам Автокаста. Пока, пока, пока.